Значит, ну, если говорить о взаимодействии генетика и клинициста, то, честно говоря, мне эти слайды уже немножко надоели, потому что тут довольно простые истины излагаются многократно, но всё равно без этого нельзя. На самом-то деле, если мы говорим про белономию, то там три мутации, и те, и другие, и третьи относительно легко выявляются. Значит, у нас есть ген БИРАФ, для которого препараты есть, ну, по крайней мере, для самой частой мутации. У нас есть ген ЭНРАС, для которого мутации есть, а препаратов нету, и у нас есть ген КИД. Что очень существенно понимать? Очень существенно понимать, что вероятность обнаружения мутации зависит от того, какого типа меланома. Ну, например, если это меланома на коже спины, то есть меланома вызвана неосторожным загаром, почти наверняка, если не очень пожилой пациент, найдётся БИРАФ-мутация. И вот в данном случае абсолютно практическое понимание. Я понимаю, что в этой меланоме должна быть мутация. Мы сделали все тесты, никакой мутации не нашли. Я тогда для того, чтобы успокоить себя в рамках заказанного БИРАФ-теста, всегда сделаю мутацию раз. Почему? Потому что если я мутацию раз нашёл, всё правильно, ответ верный. Эти мутации взаимозаменяемы. Если у нас нет ни БИРАФ-мутации, ни РАС-мутации, ну, наверное, такое бывает. Но повторную микродиссекцию, повторное выделение опухолевых клеток я всегда попрошу сделать, потому что всё-таки здесь очень это значимые тесты. Ну, соответственно, наоборот, если слизистых меланомов, да, там бывают БИРАФ-мутации, но очень редко преобладают там мутации КИД. Теперь следующий момент. Значит, ну, что касается механизмов, то тут всё более или менее понятно. У нас в норме есть рецептор, который активирует гены РАС и РАФ. Если в любом из этих молекул возникает мутация, то у нас происходит патологическое, независимое от внешнего сигнала, активация этого каскада. И клетки начинают делиться сами по себе без такой потребности. И тут опять же другие сложности. Сегодня уже немножко об этом говорили. Посмотрите, на самом-то деле всё начиналось с самой частой мутации В-600Е. Даже тут есть определённые нюансы, потому что разные нуклеотидные замены приводят к одной и той же мутации В-600Е. На сегодня стандартные диагностические киты, которые, ну, в большинстве лабораторий, они могут только самый частый вариант выявлять. Но помимо этого, помимо того, что стандартные наборы, они могут редко, но пропускать даже главную мутацию, есть и другие редкие мутации. А вот в отношении того, чувствительны ли они к препаратам, да, брафиниб, бемурафиниб, вот тут давайте напряжём внимание. Вот те, которые внизу мутации, 601, 594, есть ещё 597, твёрдое нет. Твёрдое нет. Мы, допустим, как лаборатория, ну, не знаю, ошибка это или нет, но мы на бланке указываем, да, обнаружена мутация, вот 594, 597 он называют. Не надо применять бемурафиниб, даже если мутация обнаружена. Это скорее признак того, что у вас молекулярный тест выполнен в исчерпывающем виде. В отношении мутации В-600Е обычный эффект выражен. И в отношении мутации В-600К обычный эффект тоже есть, но менее выражен. В отношении этих мутаций единичные публикации в литературе, тут даже каждый раз смотреть индивидуально. Мутация гена КИД. Здесь сложно, потому что на самом-то деле, если вы обнаружили мутацию В-раф, там, как правило, В-600Е, вы гарантируете ответ на лечение, то если мы говорим про мутации в рецепторе КИД, они разные. И это вообще целая наука, какие мутации будут отвечать, какую эннотерапию, какую нет. В чём сложность? Мутации КИД были открыты на гастроинтестинальных опухолях, стромальных опухолях. И там худо-бедно, и мотиниб применяется давно, и там мы знаем более или менее 9-й экзон, 11-й экзон, какие мутации ответят, какие нет. В отношении КИД при меланоме, во-первых, там другой спектр мутации, во-вторых, нет тут такого клинического опыта. И я прекрасно помню, как мы с Кристиной в своё время обнаружили мутацию, очень радовались этому, потому что, ну, безнадёжная пациентка. И вроде бы эта мутация должна была ответить на терапию, по крайней мере, по всем представлениям о том, что те мутации, которые расположены были рядом, они чувствительны. Увы, так радовались, а, в общем-то, радость оказалась напрасной, потому что результата никакого не было, по крайней мере, у этой пациентки. Ну, и теперь я передаю пульс сюда. Да. Большое спасибо за такое вот уточнение, что мутация, на самом деле, при меланоме – это очень бинарная вещь, да, то есть не то, что есть мутация или нет мутации. И к этому пониманию много лет вообще мы не знали, что есть какая-то таргетная терапия для меланомы, много лет ничего не было открыто, изучено. И вдруг, в общем-то, с середины двухтысячных стали какие-то информации появляться, что есть мутации. А сегодня мы понимаем, что не все мутации в гене даже БРАФ можно считать БРАФ позитивной меланомой. Вот сейчас Евгений Номович сказал, что не все мутации будут чувствительны к таргетной терапии, а для нас, как для потребителей этого теста генетического, это ведь очень тонкая информация, что мутация в гене БРАФ, например, В600Е и К – это… Здравствуйте, Николай Владимирович! Мы тут немного без вас начали, да-да-да. В голову 360 надо головой вращать, чтобы… Да-да-да-да-да-да-да. Вот. И сегодня мы, конечно, очень внимательно относимся к тому тесту, который мы хотим от генетика получить, потому что, вот, еще раз говорю, что мутация в гене БРАФ В600Е – это очень здорово может повлиять на результат лечения. А другие, например, более редкие, там, В600Д или В600К, мы… В600К, допустим, да, он тестируется и чувствительно к лекарствам, вот, а может быть, менее чувствительно, чем В600Е – это тоже была на этот счет информация в первой сессии. Но более редкие, значит, тут не так много информации на этот счет. Поэтому каждый случай, если такое у вас попадается, и вы пробуете лекарство, это ценная информация для того, чтобы мы понимали, есть ли в клинике эффект от этой терапии. Но сегодня есть еще иммуно-онкология, и, возможно, некоторые пациенты даже с мутацией в гене БРАФ В600 или в других локусах БРАФ могут получить пользу от иммуно-онкологии. Вот сегодня утром Евгений Нович показывал очень интересные, опять же, данные о том, что пациенты с мутацией, например, типа К, они могут иметь некую большую чувствительность к иммуно-онкологии. Правильно я говорю, Евгений Нович? Да, да. Вот. Это тоже информация, которую мы можем пользоваться. Вот. Если мы пойдем дальше, значит, то в целом вот есть такая информация о том, что мутация в гене БРАФ – это плохо с точки зрения биологии. И что мутация в гене БРАФ на самом деле могут ухудшать прогноз, если мы не имеем специфического ингибитора. Вот такие ретроспективные анализы были проведены для больных с распространенной меланомой, где было показано, что больные, имеющие мутацию в гене БРАФ, хуже живут, чем те, которые ее не имеют. И, видимо, это отражение некого такого действительно биологического течения. Это же касается и ранних стадий на самом деле. Если мы уже говорим про дивантную терапию и думаем об дивантной терапии, то обратите внимание, что даже для больных с ранними стадиями, да, это первая, вторая стадия, значит, потому что вторая, третья стадия – больные меланомы. Тут тоже самая история, что больные с мутациями в гене БРАФ могут иметь худшую выживаемость, чем больные без такой мутации. То, что касается мутации КИД, это нечастая вещь, и на самом деле досадно, что не во всех учреждениях больных, БРАФ негативных, исследуют дополнительно. И это тоже большой вопрос к возможностям генетических лабораторий или, может быть, к врачам, которые не до конца могут пользоваться этими генетическими лабораториями. Часть больных может иметь мутацию в генекит, и, несмотря на то, что результаты от имотиниба не всегда яркие, тем не менее, это пациенты, которые могут получить дополнительную пользу при блокировании этого белка в ряде случаев. А в каких случаях мы и сами не всегда знаем, какие мутации, какие их зоны хорошо работают, но мы знаем, что если есть амплификация, например, имотиниб, мало что может давать, он хуже работает. А если мы, например, имеем мутацию какую-то специфическую, то здесь будет более интересный результат. И то, что касается чувствительности к иммунотерапии, то тут тоже очень интересная история, потому что мутация в генекит, если вытащить за пределы меланомы слизистых оболочек, мутация в генекит, это, как понимаем, в основном для опухоли, которая характеризуется хроническим солнечным поражением. И, в свою очередь, это сопровождается, как правило, большей вообще-то и мутационной нагрузкой. И, как правило, такие пациенты могут иметь определенную чувствительность к иммуно-онкологическим препаратам, которые, в общем-то, часть пациентов могут вылечить. Но для слизистых оболочек она не такая стоит, а мутационная нагрузка совсем небольшая, правильно я понимаю? И вот здесь мы имеем не очень яркие результаты для иммуно-онкологии, и здесь может быть то самое место, когда какие-то ингибиторы могут быть полезны. Ну вот здесь данные по акральной меланоме, у которых бывает, у процентов 15-20 больных мутаций в генекит. И данные по меланоме слизистой, и вы видите, что, в общем-то, ответы на лечение у больных с акральной меланомой они чаще, а у больных со слизистой чаще они не отвечают, если так нумерически посмотреть на этот график. И, наконец, сложная мутация, которую Евгений Новомыч тестирует, чтобы проверить, действительно ли она браф-негативная меланома. Это мутация в гене-н-раз. К сожалению, достаточно бесполезная пока сегодня для нас клиницистов, кроме того, что мы досадно разводим руки, ну, пока нет лекарства эффективно работающего. Хотя ингибиторы МЕК и вот это исследование НЕМО, которое было проведено с ингибитором МЕК для браф-негативной энраз-позитивной меланомы, показало, значит, умеренное преимущество у больных с мутацией в гене-н-раз. Преимущество заключалось, в общем-то, в том, что выживаемость без прогрессирования была чуть выше, чем у больных, которые получают декарбазин. Но это чуть оказалось статистически значимым, но, тем не менее, это не оказалось клинически значимым. И этот препарат, я так понимаю, все еще не имеет регистрации для НЕМО-позитивной меланомы. И сегодня НЕМО-позитивная меланома – это просто вариант браф-негативный для нас. То есть вариант, который надо пробовать лечить иммуно-онкологией. Но что я хочу добавить все-таки, что МЕК-ингибиторы могут иметь иногда, хоть и кратковременную, но клиническую пользу у таких больных. И, в частности, вот у нас есть опыт тоже с пациентом, который, исчерпав ресурсы иммунотерапии, имея НРАС-мутацию, сейчас в течение нескольких месяцев получает траметиниб. И этот траметиниб уменьшил его симптомы очень быстро. И, собственно говоря, из ЕКОК-3, 2, ну скажем так, ну не 3, 2, он перешел, в общем-то, вообще бессимптомного пациента. Это, не знаю, сколько это продлится, но, тем не менее, такая история есть. Вот. Ну и, собственно говоря, уже, наверное, по поводу дикого типа анти-ПД плюс МЕК-ингибитор, эти исследования от ЭЗА и пембролизумаба мы ждем в скором времени. Насколько МЕК-ингибиторы добавят пользу для больных с браф-негативной меланомой при назначении ПД-ингибитора, пока мы не знаем. А теперь, Евгений Нович, наверное, в вашу очередь, есть ли у нас какие-то маркеры? Ну, опять же, значит, если мы говорим вообще, что сегодня изучается, значит, во-первых, все-таки очень много активности в отношении иммуногистохимического определения и экспрессии молекул, которые связаны с ответом на иммунотерапию ПДЛ-1. Ну, опять же, все-таки там надо понимать, что это разные препараты, разные тест-системы. Ну, на мой взгляд, в общем-то, это все на сегодняшний день может носить какую-то вспомогательную роль, но так или иначе здесь на сегодняшний день нельзя этот тест использовать как переключатель, будет пациент отвечать на иммунотерапию или нет. Мутационная нагрузка опухолей. Ну, вообще, надо понимать, что при классических меланомах вы можете мутационную нагрузку предсказать из ее локализации. Совершенно правильно речь шла о том, что если мы говорим про меланоме на спине у человека, который любит загорать, там гарантированно, скорее всего, будет высокая мутационная нагрузка. Если мы говорим про меланому слизистых, там эти опухоли, они похожи на другие висцеральные опухоли, там низкая мутационная нагрузка. Так или иначе, у нас сегодня тесты на определение мутационной нагрузки для практического применения не готовы. Их нигде в мире не употребляют. Так, чтобы сначала сделали тест, а потом решали назначать лечение или нет. Нигде этого нет. Поэтому это остается, в общем-то, кабинетной наукой. Что, на мой взгляд, является актуальным, на что они обращают внимание, НТРК-антагонисты появились, АЛК-ингибиторы, они есть, ХЕР-2. Вот эти редкие мутации, ну хотя бы там при акральных меланомах, их определяют редко, потому что вероятность обнаружения маленькая. Если говорить о том, где мы будем искать прогресс, акральная меланома не такая уж частая опухоль. Ну вот, соответственно, там сделать полный спектр мутаций, БИРАФ, КИТ, НТРК, АЛК, ХЕР-2, несомненно, в пользу больных. Ну тем более, если брать реалии, то, допустим, АЛК-ХЕР-2-ингибиторы доступны, НТРК-ингибиторы сейчас расширенный доступ. То есть здесь все-таки какой-то процент пациентов можно отвоевать. Очень любят говорить про роль микробиома. Да, действительно, складывается впечатление из модельных экспериментов и из реальных результатов клинических испытаний, что микробиом, индивидуальная микрофлора кишечника, удачная она или нет, может играть значение в детерминации ответа опухоли на терапию. Ну и опять же, надо понимать, что все вещи экспериментальные. Ну и циркулирующая опухолевая ДНК. Значит, на сегодняшний день, если мы говорим о тех реалиях, которые есть, значит, два вида диагностики у нас более или менее делаются. Это БИРАФ-диагностика всюду. И как кит-диагностика, как говорил мой коллега, к сожалению, не везде. Надо понимать, что БИРАФ-диагностика – это очень легкое дело. Это одна единственная мутация или один единственный участок. Там, как правило, все достаточно легко. Если мы говорим про кит-диагностику, это уже секвенирование нескольких участков гена. Это, в общем-то, методика, ну, она доступная, все нормально, но это не те тесты, которые будут делать направо и налево. Получается, что мы при слизистых меланомах, при акральных меланомах и при тех кожных меланомах, когда нет мутации других, мы эту диагностику практикуем, если получается. А так, в общем, это начинать с нее нельзя. Ну, еще один момент существенный, что если мы говорим про мутации, мутации определяются только при помощи ДНК-анализа. Все косвенные методы, которые есть, они, в общем-то, нельзя их применять, потому что там есть большой диапазон ошибки. Ни в коем случае, ни в коем случае. Причем я руками видел ошибки, которые… То есть, когда антитела намутированы, распознается мутация, ее нет, и наоборот. Это справедливо для всех антител, никаких косвенных методов, ни в коем случае. Теперь, значит, если очень важный вопрос, ну, он как раз справедливый, потому что что очень часто бывает? Допустим, у нас одна операция, потом через полгода, через несколько месяцев рецидив, это может быть лимфатический узел, может… То есть, очень часто бывает, что у одного пациента несколько препаратов. Скажите, а нам вообще важно, какой участок, что мы будем изучать? Если меланома, лимфатические узлы, какова гетерогенность? В отношении иммуногистохимических маркеров, если они применяются, обычно уровень опухолевой гетерогенности достаточно высокий. А что в отношении мутации? Ну, посмотрите, это наше собственное исследование. Ну, вот, в частности, есть примеры, когда отложенная лимфоденоктомия, есть примеры, когда одновременная лимфоденоктомия, есть когда разные участки первичной опухоли. Бывает ли гетерогенность опухоли? Очень редко, да, бывает. Но это как раз есть хорошее выражение, исключение, которое подтверждает правилу. На сегодняшний день нет никакой клинической мотивации, нет никакого смысла пытаться от пациента специально забирать несколько участков опухоли. Никакого в этом смысла нет. Если у вас есть несколько участков, я не вижу большого резона два или три делать БИРАФ-теста вместо одного. Вот еще раз говорю, помните, я начинал с этого, что если мы ни одной мутации не нашли, БИРАФ, КИТК, вот тут я бы повторил, потому что, может, что-то не то происходит. В стандартных ситуациях нет подобного смысла, потому что, в общем-то, в отношении драйверных мутаций на самом-то деле работает правило один пациент, один образец. Есть ли исключения? Несомненно, есть. Потому что на самом-то деле очень часто, очень часто под кажущимся рецидивом опухоли скрывается другая опухоль. То есть мы говорим о первичном множественных раках. То, что я клинически часто наблюдаю, когда этот вопрос забывают ставить, когда мы думаем, что мы лечим одно заболевание, а на самом деле их и два. Поэтому если что-то анатомически не укладывается, ну, условно скажем, меланома была с одной стороны, а лимфатические узлы – одна группа, с другой стороны. Вот тут я бы подумал, что если это не вписывается в анатомическое метастазирование, то тут что-то не то. Я бы повторил эти тесты. Если слишком большой интервал, да, мы знаем, что меланома там в период ремиссии может длиться годами, потому что это такая необычная иммуногенная опухоль. Но все-таки если слишком большой интервал, я бы повторил бы тест, я бы старался сделать два теста – первый и второй участки опухоли. Ну, любое типичное течение, по сути дела, это, в общем, так или иначе требует БИРАФ-тестирования. Но еще один очень важный момент. Я эти охотничьи рассказы много раз показывал, просто чтобы слайды не вращаться. Вы лечите меланому, и вдруг у вас один очаг начинает быстро расти. В чем проблема этих ингибиторов? Они угнетают мутированную опухоль, но при этом стимулируют рост клеток, где дикий тип БИРАФ. Если один из очагов вдруг неожиданно растет, дискартантно, это либо другая опухоль, либо какой-то клон, который не имеет мутации в яния БИРАФ. А так, в целом, общее правило – один пациент, один тест на анализ. Сейчас будут, наверное, много говорить о свободно циркулирующей опухолевой ДНК. По-видимому, если искать здесь какие-то точки приложения, то это обосновать целесообразность адювантной терапии. Прооперировали пациента, остались признаки опухолевого роста или нет? Сложный вопрос. Какая здесь идея? Идея заключается в том, что на сегодняшний день молекулярные методы, они могут более чувствительно выявлять признаки присутствия в организме единичных опухолевых клеток, чем методы стандартные. Ну, соответственно, опять же, сейчас пока подобные технологические платформы разработаны, что для них достаточно достоверно доказано. Две позиции. Если после операции присутствует циркулирующая опухолевая ДНК, то есть признаки присутствия опухолевых клеток, это плохо, это плохой прогноз, значит, тест верный. Второе, подъем опухолевой ДНК в плазме к уровню начинается раньше, чем тот рецидив, который вы можете выявить стандартными методами обследования. Имеет ли это клиническое приложение? Сложно пока сказать. Ну, так или иначе, это то, чем занимаются генетики. Спасибо. Спасибо. Ну, что-то еще осталось у нас интересное. Да. Значит, у нас, по сути дела, осталось пару слайдов, которые касаются того, что, в общем-то, BRAF-мутация и драйверная мутация, которая начинается еще с того, что называется доброкачественный дисластический NEUS. И я правильно понимаю, что в NEUS, если мы начнем их удалять, то мы, может быть, даже найдем большее частое BRAF-мутации, чем если мы начнем удалять меланомы. И вот это очень важная история, что это не дифференциальный признак между NEUS и меланомой. Я такое встречал иногда, что вот некоторые морфологи, морфологи отправляют на генетический тест на мутацию BRAF, чтобы отличить атипический NEUS от меланомы. Вот это заблуждение, которое в тем не менее встречается. Ужасное заблуждение, потому что в NEUS очень часто бывают мутации. Да, об этом речь. И таким образом, если в опухоли мутация возникла, то и вы подтвердили наличие BRAF-мутации, вам, по идее, нет необходимости ее переподтверждать у человека, который метастазирует, кроме тех случаев, о которых Евгений Наумович уже упомянул, когда есть атипическое клиническое течение. Но если мутации в гене BRAF нет, то, честно говоря, я вполне допускаю преаналитические ошибки. И вот если уже есть какой-то новый свежий материал для больного с BRAF-негативным меланомой, ну, можно, наверное, сделать еще один разок, чтобы убедиться, что он действительно BRAF-негативный. Это уж очень важно для него, для выбора лечения. Ну и почему это важно делать как можно более рано? Потому что вы сэкономите время, и если человек, в общем-то, имеет BRAF-мутацию, то тогда, когда ему это лечение потребуется, вы можете его начинать, не дожидаясь какого-то уже ретеста. Сегодня мы имеем почти все цивилизованные рекомендации, и надо сказать, что отечественные рекомендации тоже стали цивилизованными, начиная с третьей стадии, мы можем тестировать больных с меланомой на лечении мутации в Генебрав, чтобы выбирать адъювантное лечение и чтобы планировать последующее лечение системное. На этом у нас все. Мы и так немножко перебрали по времени. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok